В позиции, которую вы сейчас видите, ход черных. У черного короля нет возможных ходов. Но и мата нет, так как король не атакован. Такая ситуация в шахматах называется пат. В случае создания на доске пата, партия признается ничьей. Белые, конечно, могут быть расстроены ничьей в позиции, где у них преимущество в силах. Целая лишняя ладья, но правило есть правило. Черные же могут торжествовать. Имея на ладью меньше, им удалось избежать проигрыша партии. Пат получается не только с одиноким королем, но и при наличии других фигур и пешек. В позиции на диаграмме ход белых, но ни их король, ни их пешка не имеют ходов. Поэтому на доске пат. Ничья. Еще один пример пата, который часто встречается при неправильном матовании одинокого короля ферзем. Возможно, вот такие грустные для белых патовые исходы. Король черных загнан в угол, но сейчас ход черных и возможных ходов у него нет. Пат. Ничья. Очень обидная ничья для белых. Часто встречается в шахматах. Очень часто, особенно у начинающих шахматистов, пат может явиться следствием неумелого матомания одинокого короля, как я сказал. Или неосмотрительной игры на истребление фигур противника шахматистам, который уже обладает большим преимуществом в силах. Например, в этой позиции белые съедают последнюю пешку над С7 королем. И вместо заслуженной победы на доске ничья падает. Следующий пример. Та же самая позиция, но теперь давайте попробуем сыграть правильно. Мы имеем большое преимущество в силах. Сила пешки равна 1 единице, сила ферзя равна 9 единицам. И мы могли выиграть партию. Покажу вам самый быстрый путь к цели. Первым ходом мы отрезаем короля так, чтобы у него осталось единственное поле А7. И после короля А7 ходим, ферзь берет Б7. Как мотовать одинокого короля, я надеюсь, покажу вам в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok